Ребята, всем приветики! Добро пожаловать в наш новый влог! И сегодня на календаре 14 февраля, День всех влюблённых, вот это вот всё, короче, романтик, романтик коллекшн, назовём это так. Мы сегодня с Валерой отправимся на круиз, или в круиз, как правильно говорить, на или в круиз, назовём это так. Он продлится, да, два часа будет это длиться, какой-то кораблик, в общем, в Вангкоке. Было, кстати, как называется он, Валер? Grand Pearl. Grand Pearl. 1600 бат на одного человека, правильно я говорю? Ну, это пудни, а сегодня там дороже, потому что День влюблённых, а на цене... Ну, а сколько в День влюблённых стоило? Короче, на 24 тысячи бат. Вот так. Входит туда ужин, входит, ну, шведский стол, естественно, свой столик. 100 человек туда входит, да, больше 100 человек входит на это судно. Это как два с половиной года, коронавирус, 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 твою мать. Больше 100 человек, ну ладно. И, в общем, там будет живая музыка, вроде как программа специальных 14 февраля, ну, так обещают. Вот даже билетики, которые прислали на почту, были очень симпатичны. Здесь при монтаже вставлю. Мы будем выходить из дома где-то, наверное, через час. Сейчас у нас 5 часов вечера. В 6 выйдем, и около 7 будет отправление. В общем, пока мы доедем на метро до нужной станции, пока там пересядем, пока дойдём, снимем вам наш вечерок. Я ещё не решила, кстати, в чём идти. Думала, ну, надо какое-то платье, наверное, надеть, типа, нарядиться. А потом думаю, а почему, а кому я чё должна? Я могу пойти как угодно, хоть вот так вот. Ну, не знаю, может быть, надену платье какое-то. Но у меня нет каких-то таких, типа, праздничных. У меня есть одно платье, новое из H&M, оно такое, типа, обтягивающее. Но так как там будет ужин, в Бахемен я в нём ещё не отфоткалась даже. Мне надо сначала для фоток засветить. Ну, надо, нет, сначала надо для фоток его. У меня есть обтягивающий плач из H&M, но я боюсь, мы там она едимся, и Пузо, конечно, будет вообще навыкать. Придётся прям стараться. Такая мысль у меня тоже была, что, может быть, всё, как говорится, сразу слопают. И, может быть, перед этим лучше поесть здесь, в Кондо, чтобы там на суде не остаться голодными. Так что тут неизвестно, как получится. Ну что, ребят, мы доехали. Еле-еле вообще успели. Типец, капот. Метро сегодня шальные, там такие толпы народа. Метро какая-то паритетич, короче, корабли. Мы пойдём занимать место и письмём уже там. Как он выглядит с стороны, и уже когда будет отплывать лучше. Потому что мало ли там места, ещё нужно козырное поискать. Ой, ничего себе, вход как будто какой-то отель. Ну что тут всё на действовало Валентина. А что, нас випку зовут, да? Слушай, это другая лодка. А, это. А, мы через одну лодку прошли на другую лодку. Да, вообще. Так, нам на верхнюю палубу, походу, подниматься, да? Ну что, пойдёмте искать местечко. Thank you. О, аутсайд вообще. Ух ты. Тишина. А вот там типа все хавать будут, видимо. Да, да, внутрь за едой надо будет, видимо, ходить. А вот здесь? Романтий. Романтий. Ну что же, вот нас, собственно, засадили. За столик прям около борта. Будем плыть, кайфовать. И вот такой здесь музончик. Джаз. Музон спокойный, то есть не бьёт. И нам дали... А где сердечки? В Донецке. Вот, нам дали сердечки, чтобы мы наклеили. Это потом пойти в салон загара на соске. Ну, я думаю, они в блокнотик тебе пойдут. Да, их можно убрать? Наверное, да. В общем, ребят, нам принесли бутылку шампанского. Я в шоке. Я, кстати, мы с Валерой не знали, что это входит. Либо, может быть, не посмотрели какие-то подробности об этом. Круизе или что. Ну, в общем, нам только что принесли шампанское. За едой уже можно идти туда внутрь. Я решила пока что посидеть, немножечко остыть. Потому что я давно так не бежала. Мы боялись опоздать. А я очень тяжело переношу дукату. Но я об этом рассказывала, собственно. Мне прямо может стать плохо. Вплоть до, вот кажется, вот вот упадешь в обморок. Сейчас я прям немножко остыну. Ветерком об меня обдует. И пойду посмотрю, что там из еды. Тут нам поставили водичку. В общем, да. Подседка такая еще от других корабликов рядом. И от этого симпатичка. Валера пошел уже посмотреть, что там можно взять. И кажется, чего-то он там уже набирает. Я вон вижу его внутри. Слушайте, ну я рада, что мы снаружи, кстати. Здесь может быть как бы и пожарче, да. Но уютнее. Действительно уютнее, чем внутри. Вообще вау. Отплывают, кстати, кораблики от торгового центра. Ну это вроде бы торговый центр, который называется River City. Пока что еще в буфете что-то есть. Можете посмотреть. Собственно, вот в буфете. Такие тут салаты всякие. Что у нас там еще горячие есть? Вон булочки. Булочки, понятно. Ага. Ты что, самое главное, креветок наложи. Лобстера нет, креветки есть. У нас тут паста. Такие курочки хочу. Так, это рыбьоха, да. Вот это вот вообще аппетитно. Слушайте, ну по наливному. Когда я сюда первый раз зашел, креветки были полностью наложены. Сейчас уже почти ничего не осталось. Так люди знают, что надо. Помимо наливных креветочек есть еще вот кробок. Да, какой-то жареный кробок. Но точнее потроха его. Не знаю, он не очень зашел, поэтому я его брать не буду. Я посмотрю еще, что тут есть. Еще есть вот такой вариант курицы. Овощи на пару. Так, вот у нас свинина и ресурс креветки. Ой, с кробоком. Ну вот такие вот тарелки у нас получились. Ты что, где ролл нашел? Вот перед тобой лежат. Опа, она как-то засушает же. Это сашими или как это называется? Сашими, да. Ой, папайя, вот здесь есть папайя салат. Я решил все-таки на креветки налететь сегодня. Два вида, кстати, папайя салата. Вот это какая-то вермишель, я не помню. Тарики сосиски. А еще есть маленький закусочек. Где у нас маленькие закусочки? Какие-то соусы или что это? Что это, смотри. Это в каком-то желе. Кусочки ры... А, нет, это десерты. Сто процентов что-то сладенькое. Короче, такая вот тема. Выглядит нормально. Выглядит вообще офигенно. Ну тут уже, мне кажется, достаточно. Ты там что взял у нас еще? Еще вот столько же креветок. Пока дают, надо брать. План сделан, пошли. Итак, собственно, наше блюдо. И я еще заметил, что мы еще по-божески креветок взяли. То есть по 6 штучек каждому. Там у одной девушки просто вот тарелка и вот такая гора креветок лежит. Набрала. Она даже что-то стесняется. Говорит, что мы как много взяли-то. Ну, потому что съедим, сходим еще. Я считаю, да. Плываем, потихонечку отчаливаем. А мы будем проезжать под тем мостом, который вот такой? Слушай, я не знаю, какой у нас маршрут ждет, но... Ну, два часа плавания, да? Да, но плюс-минус, мне кажется, такой же, как мы тогда плавали вот с твоим отцом. Тоже туда-обратно. А еще ты, кстати, замечала, что здесь арбуз в форме сердечка нарезан? Да? Да, да, да. Ты чувствуешь, знаешь, кем? Я, конечно, понимаю, что я не похожа. Насечусь у белой кошечки из котей-аристократа. Я только почему-то про это подумал. Ну, либо ладно, не той белой кошечкой, а чем-то просто как будто я в этом мультике. Такое вот, что тут есть, да? Да-да-да. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Здесь папайя-салат И также здесь суп фобо Всё это вышло на 400 бат То есть где-то 850 рублей Вот это вот всё Тут нам еды на двоих У меня сегодня очень сильно болит голова Я думаю, за перемены такой сильной в погоде Прям какой-то кошмар Валера пошёл купить таблетки Пошёл купить воды Сейчас он вернётся И мы, в общем, будем кушать У нас сегодня на балконе тусовка ботыльков Включила называется свет, смотрите Крутит, 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 вертит Сейчас вырублю, наверное, тебя свалят Потому что что, неинтересно будет Сейчас все улетят Тебе такие, эээ, кто тусовочку нашу прекратил Ну-ка, всё, реально, нет, свалили Быстро, быстро Они передумали с нами Тут все тусоваться Я, короче, варю гречневую кашу И сейчас ещё буду жарить рыбку Такой у нас сегодня будет ужин Короче, ужин готов, гречечка И рыбонька Жду, Валера сейчас принесёт какую-нибудь зельню Он пошёл за салатом И будем сидеть, ужинать Заодно посмотрю что-нибудь на ютубчике Сегодня, кстати, прогулялась в магазине японской косметики До обеда Что-то решила... Что-то по-засовке Решила что-нибудь, короче, для теста купить Ну и просто захотелось что-то новенького А мне... О, вот Валерий Леонидович Один тест уже сняла сегодня Для бровей, кстати, штук Здравствуйте Здравствуйте Что, садимся ужинать? Ну да С паскидочками Как всегда Валера набрал паскидочками Короче, да Скупила немножечко я косметосика Японского Одну штучку уже протестировала Вот она у меня сейчас, кстати, на бровях Смотрите, у меня какие графичные сень брови Это как раз тестировала вот Эти тени Я выложила уже это видео у себя в Reels В Инстаграм В Shorts выложила Но у меня отдельный есть, короче, аккаунт Shorts Который я не сказать, что прям пипец веду Но я туда бьюти какие-то заливаю Как только там начнёт что-то выстреливать Так вот что-то Я поделюсь, может быть, ссылкой Я не хочу просто прям пиарить этот аккаунт Чтобы вот туда люди шли Мне хочется, чтобы он сам по себе как-то развивался То есть какая-то новая, может, в аудиторию пришла Но пока что никак не развивается Но мало ли, мало ли потом попрёт Кто его знает, как говорится, да В том числе я взяла вот такую интересную, ребята, вещь Завтра, наверное, буду тест на неё снимать Короче, это такой стик для сглаживания волос Ну, то есть если где-то у вас лишняя такая пушистость, которая вам не нравится Или у вас, может быть, сечёные волосы И эта сечёность выделяется То вот этот вот стик, он специально для сглаживания И, скажем так, как это Для послушания этих прядок, этих волосинок Вот, короче, буду пробовать, наверное, завтра Потому что у меня есть что пригладить У меня, в принципе, волосы такие, типа, ну, пушащие сами по себе Если эта штука работает, то на моих волосах это действительно будет очень хорошо видно Смотрите, Валера, сколько голубейки затарила по скидке А там её решили только выкладывать, где вот лавочка со скидосами Да, это вот, по которой я расстроила Это что? Это кто? Там написано Перец Это black paper такой? Нифига себе Перец и ориган Вот он так выглядит Ну ладно, короче, всё, посадимся ужинать Субтитры сделал DimaTorzok